15 апреля на базе школы номер 2 имени Назарова города Каспийска состоялась встреча с волонтерами, божатыми и ответственными за военно-патриотическую игру «Зарниса 2.0». На данный момент в каждой школе уже созданы отряды, состоящие из трех групп – младшие, средние и старшие школьники. Создали мы 25 команд, у которых есть название, есть наставник у них, и будем соревноваться на муниципальном этапе. Победители муниципального этапа, конечно же, поедут на республиканские соревнования. Это очень почетно. Поэтому идет интенсивная подготовка этих отрядов. Соревнования начнутся с раннего утра, 16 апреля. В первом этапе будут состязаться 9 команд младших школьников. Они продемонстрировали свои возможности по следующим направлениям. Будут соревноваться в строевой подготовке, в эстафете, в знании воинских званий и определяться победителям. Управление по делам культуры подготовило им кубки, грамоты. Ну и все, кто за активное участие, тоже получат грамоты. Игра интересна тем, что она была, конечно, раньше, но сейчас в обновленном варианте, конечно, сложнее и интереснее, и многоширно. Второй этап планируется провести на территории Каспийской флотилии. Это место отлично подходит для подобных соревнований, считает представитель местного отделения движения первых Ольг Мусынабиева. Там шикарная полоса препятствий, настоящая, военная, где можно показать все умения. Ребята будут соревноваться и в строевой подготовке, и в медицинской помощи оказания, и в теоретической части по знанию истории России. Не только СССР, но и в России полностью. Они будут соревноваться, помимо этого, и в ЧС, чрезвычайные события, будут противогазы, умеют ли они обращаться, и все. Сама игра интересная. Спасибо большое всем взрослым, родителям за понимание, что они разрешили ребятам участвовать, зарегистрировали их. А спасибо педагогическим коллективам, и особенно старшим вожатым, которые готовили эти команды. Сегодня перед началом соревнований ответственным и наставникам команды рассказали о важности игры и ее условиях.